День города начался с крановального шествия. Яркая колонна, которую трудно было не заметить и не услышать, стартовала от ИЦ-ВИД и отправилась шуметь и радовать всех вокруг по улицам Пушкина прямиком в Центральный парк. В шествии приняли участие творческие коллективы округа. Это около 200 человек. Здесь и дом дружбы, и здесь и дом творчества. Все ДК нам дали свои коллективы. Ну, как вы видите, да? В шествии у нас сегодня будет принимать участие шуточный оркестр, кудулисты и даже настоящий динозавр. И да, динозавр действительно был гость из юрского периода. Очаровательный тираннозавр шел в начале колонны. Его никто не боялся, ему все рады. Карнавальное шествие можно было увидеть на Московском проспекте на улице Крылова, а затем они все свернули в Центральный парк. Любой желающий мог присоединиться и пройти вместе с ними. День города Пушкина отмечали в четырех местах. Одна из точек – Советская площадь. Здесь проходил гастрономический фестиваль краски вкусов. Представлены были кухни разных стран и народов России. Многие участники к оформлению своих стендов подошли оригинально. Встречали всех в национальных костюмах и даже подготовили специальные инсталляции, как, например, у хозяев армянской кухни. Мы подготовили, наша диаспора подготовила наши древние блюда. Это блюда на костре, конечно же, мясные блюда. Ну, это шедевры сделали, у нас есть представители нашей диаспоры, ресторан «Жара». Вот они изготовили вот такой вот шедевральный, как сказать, мангал с изысканными блюдами на углях. Желаю хорошего всем праздника, поздравляю пушкинцев с Днем города, чистоты, уюта и мирного неба над головой. На фестивале представлены такие кухни, как чешская, французская, немецкая, осетинская, узбекская, татарская и русская. А также еще были угощения от народов севера. Кроме того, знакомили всех на праздники и с продукцией производств округа Пушкинский. Представлена татарская кухня «Национальные беляши» либо «Перямяч». У них два названия. Также мы сегодня угощаем чак-чак, хворостом, эч-печ-мак и нашими домашними пирогами с вишней, с творогом, курага и апельсин с лимоном. А это вы все сами приготовили, да? Да, да, это мы сами все сами делаем. Мы подготовили тематику, русской тематики, пряники, окрошечка, окрошечка на кефире, на квасе, оладушки, как у бабушки, конечно же, из кабачков. От сытого художника был еще и тематический мастер-класс. Его участники расписывали пряники, сделанные по настоящему русскому рецепту. Рисовали на них праздничный салют в честь Дня города. Я рисую салютом. А как тебе рисую салют положила? Расскажи. Мам, я положила посыпку. Мам, мам, большие шарики. А какие твои любимые цвета? Розовый, фиолетовый, черный и белый. А как у тебя настроение вообще? Нормально. На Московском проспекте Пушкинское отделение мотоклуба «Ночные волки» подготовило большую выставку. На ней представлены как современные мотоциклы разных классов, например, чоперы, круизеры и эндуро, все те, на которых ездят сами байкеры, так и ретро-техника. Есть несколько видов марки Ява. Показаны и мотоциклы кросс. Они частые участники соревнований и обладатели наград. Представлен стенд и с фотографиями. На них показана деятельность мотоклуба. Мотоцикл – это два колеса. Можно его использовать очень в разных ситуациях. То есть от путешествий до выставок, кросс и так далее. То есть кому что интересно. Главная фигура выставки – «Железный волк». Это ручная работа. Авторы – члены мотоклуба «Ночные волки». Сделан он на базе УАЗа 469. Правда, от него остались только рама и мотор. На создание «Железного волка» вдохновил фильм «Безумный Макс». Решили сделать подобные машины. В байк-центре есть и другие экспонаты. Колеса сделаны из тракторной телеги, на которой вварены супицы, и диски УАЗовские, чтобы они встали на место. Все остальное – это холодная ковка, металл 3-мм, 0,3. А сзади у него все такое машина? Ну, это, да, просто антураж, он сделан там просто в стиле, чтобы выдержать стиль. Сделаны как турбины. Но все это ездит, все это передвигается, все это двигается, участвует, я еще раз говорю, во всех наших представлениях – шоу, там, байк-шоу, детские елки. Еще на площади проходил праздничный концерт, на нем выступали творческие коллективы округа. Между номерами рассказывали о каждой из стран, чья кухня представлена. Работали аттракционы, организованы фотозоны, и можно было покататься на лошадках и даже на верблюде. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Алексей Суходольский. Новости Большого округа. Новости Большого округа.